Действия Бигавтотранса прокуратура признала неправильными. Напомним, 9 октября кондукторы и водители перевозящей компании провели акцию протеста в связи с тем, что на руки им выдали только голые оклады без премиальных. За организованную забастовку руководство объявило им выговоры. 42 работника Бигавтотранса были привлечены к дисциплинарному взысканию за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Этим фактом заинтересовалась прокуратура. Она установила, что процедура наложения дисциплинарного взыскания не соблюдалась. Требования трудового законодательства были нарушены. По итогам прокурорской проверки приказы об объявлении выговоров 42 работникам отменены. Добавим, что с ноября Бигавтотранс ушел с рынка пассажирских перевозок во Владимире. Губернатор Сипягин выразил негативную позицию по акту вандализма в Гусь-Хрустальном. 10 декабря там открыли мемориальную доску к столетию Солженицына, но она не провисела и суток. В ночь с 10 на 11 ее разбили вандалы. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не дает права уничтожать символы памяти о нем, приводит слова Сипягина его пресс-служба. Губернатор призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Доска создавалась на средства спонсоров. Они повторно выделят деньги. Новая мемориальная доска будет тщательно охраняться. 25 юных владимирцев получили паспорта. Акцию традиционно приурочили к Дню Конституции. В мэрию пригласили школьников, которые проявили себя в спортивной, творческой и общественной жизни. Стали призерами школьных олимпиад, лауреатами всероссийских конкурсов. Глава города подчеркнула, что день получения паспорта – особенное событие. Первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Получение паспорта в торжественной обстановке, видимо, должно укрепить значимость понятия «гражданин России» в сознании 14-летних подростков. Продолжение следует...